хей ого и суме шумки мы продолжаем про дитеру под названием тс обливиен короче я тут подумал зачем я выполнять задание которое мы взяли более позднее время давайте будем брать выполнять то что мы взяли раньше то есть мне нужно отдать амулет королевской джоффри до король королей джоффри который у меня тут был давайте тогда восстановление планетария я получил записку от батель из университета таинства если я смогу вернуть украденные артефакты 3 дреймеров то могу получить награду надо будет добраться до лагеря алис и попробовать найти этих бандитов окей давайте короче отправимся отчеток далеко давайте тогда открыть чем так есть еще ближайшие какие-то давайте ожерелье от этим сходим тогда сейчас сходим сразу зададим ожерельем то что он мне нафиг не надо но насколько стоит косарь у меня посохи дорогие есть задание обновлено я так приорате войск и теперь мне нужно отдать амулет королей джоффри так тут я смотрю есть пещера не тоже сходим подожди это вообще не изучена местность не изучена так что то немножко не врубаясь вот единственный минус что я тут не понимаю это куда мне идти я не знаю собой душно разоваривать продолжай пожалуйста джоффри если он не спит и не ест он наверное карпит над своими книгами где-то в здании приората спасибо пока хороший парень не буду его грабить оказывается мне нужно было просто сюда зайти я думал это просто врата я брат джоффри что ты хочешь у меня с собой амулет королей вот он императора просил меня найти тебе император уриэль ты знаешь что-то его смерти он дал мне этот амулет королей он умер буквально у меня на руках тебе лучше все объяснить и как можно быстрее он дал мне этот амулет королей лет королей с тобой этого не может быть дай-ка я взгляну на него а дать джоффри амулет клянусь девятью богами это же амулет королей кто ты откуда это у тебя что ты знаешь о смерти императора так сказать о последних словах императором твоя история и невероятно я верю тебе только странная судьба уриэль и септима могла вверить твоим рукам амулет королей а кто такой принц разрушения затвори врата обливиона принц разрушения о котором он говорил никто иной как мер унес догон один из лордов мира демонов обливиона слова императора затвори мраморные врата обливиона определенно говорят о том что он предчувствовал угрозу исходящую от обливиона но все ученые сходятся в том что смертный мир защищен от дейдра обливиона магическими барьерами как-то обливиона может угрожать нам я точно не знаю только императоры полностью понимают значение ритуалов коронации амулет королей очень древний сама святая олесия получил его от богов это священная реликвия великой силы когда император коронуется он использует амулет для возжигания драконьих огней в храме единого в имперском городе теперь когда император умер а его наследник не коронован драконь и огни в храме потухли впервые за многие века может быть так что драконь и огни защищали нас от угроза который знал только император император просил мне найти его сына я один из немногих кто знает о его существовании много лет назад я служил капитаном телохранителей уриэля клинков как-то ночью уриэль позвал меня в свои личные покои в колыбели там спал новорожденный мальчик уриэль приказал мне доставить его в безопасное место он никогда ничего не говорил мне об этом мальчике но я знал что это его сын время от времени он интересовался жизнью ребенка теперь похоже этот незаконно рожденный стал наследником трона септимов если он еще жив а где мне искать сына эриэля его зовут мартин он служит акатошу в часовне города квач к югу отсюда тебе следует срочно отправиться в квач и найти его если враг знает о его существовании что вполне вероятно мартину грозит страшная опасность и пожалуйста дай мне знать если тебе что-то понадобится мои возможности здесь ограничены но я помогу всем чем смогу окей драконь огни клинки амулет королея ох ты шпун ладно да баурус все правильно рассказал тебе я гранд мастер клинков мы служим императору и роду септимов талос наш покровитель удивлен видеть меня здесь осторожность вот наш девиз только немногие из нас имеют честь открыто служить в имперской страже ладно не теряй времени нужно найти мартина добро пожаловать добрый человек я брат пиннер а это приорат вейнон могу я чем-нибудь помочь тебе джеффри клинки клинки тесно связаны с орденом талоса и те и другие служат талосу естественно и многие из моих братьев бывшие клинки я сам проходил обучение как клинок потом понял что должен служить талосу по-другому помощь вот возможно тебе это пригодится это одна из книг что остались у меня с тех пор как я тренировался с клинками тебе грозит опасность это все что сказал нам джоффри но знай мы будем молиться за тебя окей у да спасибо так а теперь вопрос дети книги и что за книг он мне дал всем личного тебе дня твоя первости помощь в своем сундуке я держу кое-какие вещи для странствующих клинков возьми там все что тебе необходимо вот это ты миши до а стой это взлом спасибо блин и я могу меньше взять тяжело доспехи зале передышкой слабо зале не верим огни на щит я возьму и шок я возьму остальное принципе они заметок не нужно если честно меч бы я взял но у меня есть короткие мечи которые немножко так сказать с таким же уроном но весят поменьше конечно это 28 но надо наручный зато со счетом буду какие что у нас есть ингредиенты нужно будет сейчас мне то есть это не изучаемый предмет так какой-то короче убийство салют все короче побежали куда нам нужно там по цели короче говоря я понял что это у нас все-таки а сюжетный так сказать задание я получил записку если я смогу вернуть артифа не получила ко мне попал объявление скан гаран пурой и скорость так серых гнездов он предлагает экипировать лошадь броню или условия столетия назад в зале англии произошло большое сражение в этом сражении 1 графа победил легендарного пирата оторвала слухи о подземной пещере в секретном замке если верить им слухам то в этой пещере покоится капитан дугал и его корабль и должен проверить эти слухи как можно скорее принципе могу сюда сходить и как раз сюда по пути как вариант а в чем бы не да давайте сразу так и поступим ага он ко мне бежит давай беги пока еще есть время стражи еще удерживает дорогу но это только вопрос времени когда их сомнут бежать а чего кровь богов ты что не знаешь прошлой ночью дейдра захватили квач они открыли сверкающие порталы у городских стен врата в сам обливион затем появилась огромная тварь из кошмарных снов она перешагнула прямо через стены изрыгая огонь они роились вокруг нее убивая курт невозможно уничтожить иди и посмотри своими глазами от квача остались только дымящиеся развалины мы единственные кто уцелел ты понимаешь меня все остальные мертвы как тебе удалось выбраться это савлиан матиус и еще несколько стражников помогли некоторым выбраться они пробились наружу через городские ворота савлиан говорит что они могут удержать дорогу нет я не верю ему их ничто не остановит тот кто видел это поймет я ухожу отсюда пока еще не слишком поздно они будут здесь с минуты на минуту уверяю тебя беги пока еще можешь она плевать я не могу нужно начинать все сначала ты со мной хотел поговорить ничего не осталось о один из послов конец надеждам императорский рот прервался договор нарушен враг победил враг договор лорд дагон враг он принц разрушения и драйвус слуги часовня разрушена и веру и мои друзья все мертвы враг победил а мы мы уничтожены договор рот императоров прервался и боги позабыли о нас где наше благословение где наша защита где наши боги враг торжествует а мы погибаем в одиночестве угу угу ладно плевать еще увидимся так давайте наверное не буду очень быстро бегать потому что на самом деле если сейчас на меня нападут а у меня не будет стамины довольно плохо ну допустим если брать с карим то стамина там была довольно важная вещь потому что это наш удар а подожди а сейчас там минусы рот довольно неплохо я вам скажу подожди это чем я выше иду тем погода стану не смотрите от этот меч у меня больше забирает а не буду прыгать буду лучше просто бежать да здесь проходит происходит какая-то чертовщина херовая чертовщина сейчас такой кровавый дождь как начнется хотя небо смотрите как будто знаете лавовое ну да того меча поменьше мне типа износ был давайте поможем им а а а а а ух ты нихера ты весишь а а а а а а а а на твоей стороне извини я не хотел хочу тебя атаковать к ватч давайте посмотрю хотя бы что-то за место мне кажется это очень опасное место а 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 неплохо единственное что не понимаю что это за врата такие слава девяти я уже не надеялся увидеть лицо друга остальные захвачены их увели в башню все в порядке что здесь происходит капитан матиус послал нас сюда чтобы мы попытались закрыть эти врата мы попали в засаду и оказались в ловушке почти всех нас перебили мне удалось ускользнуть но остальные застряли за этим мостом враги схватили мэньена и отправили его в большую башню тебе нужно спасти его а я сматываюсь отсюда ну отлично матиус нужна твоя помощь постой мне нужна твоя помощь здесь капитан все еще удерживает баррикаду я думал я единственный кто остался в живых хорошо я попытаюсь выбраться отсюда и рассказать капитану что здесь происходит подождите так быстро путешествовать локации невозможно так я уже нахожусь в другой локации подождите почему тогда меня не переместили куда-то где я ничего не должен видеть так короче валим отсюда сейчас мы попробуем одну вещь просто посмотреть мы спасем их я все таки схожу всех спасу квач может мне сюда стоит сходить а что это за хер что это за хер не не чел ты давай ко мне поближе чтобы я мог тебя загреть на себя не 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 я отхилилась Ну да, какие-то демоны Ой-ой-ой, вот охеренно жесткая Ой, бля Ждем, пока я восстановлюсь Тупые демоны Почему у них такой большой радиус вижена? Ух ты, шьё-мое Ух ты, шьё-мое Вот это несложно Вы скажете, а чё я просто Ну, подождать не могу Я просто хочу Магию восстановления прокачать заодно А теперь я могу и подождать Как раз я и сохранюсь Не, если будет большая куча демонов Я не справлюсь Так, короче, понятно, что мне нужно Внутрь Но я посмотрю немного Вот эту местность Так, секира хирую Но я с собой возьму, пускай будет Так, тут ничего Так, там ещё есть Короче, есть центральная Есть боковые двери Прикольная голова На хера мне кирка Так, ну я думаю, через центр... Хотя это... Одни врата Ну просто здесь я более Выгодное, что ли, зайду Типа я зайду со стороны Не центрального входа А... Как там дела? Мы уже начали опасаться, что мы единственные Кто остался в живых М-м-м, хватит Мартин Это случилось так быстро Все, что мы могли сделать Это собрать уцелевших И попытаться отвезти их в безопасное место Враг был куда сильнее нас Мартин Брат Мартин? Да, он вон там Он привёл нас сюда Во время всего этого хаоса Мы обязаны ему жизнью Окей Мартин И тебе всего наилучшего Мартин, Мартин, Мартин Ты Мартин Когда подоспеет помощь Мы здесь в ловушке С тех пор, как Дейдра захватили город Мартин Мартин Велел мне найти тебя Пойдём со мной Тебе грозит опасность Конечно, мне грозит опасность Но я нужен здесь Я не могу уйти Вряд ли тебе бы пришло в голову Пробираться сюда, рискуя жизнью Чтобы сказать мне что-то Что я уже знаю Кто ты? И чего ты хочешь? Так, ты Мартин Да, я священник Тебе нужен священник? Я не думаю, что смогу сейчас Чем-то особенно помочь тебе У меня сейчас Некоторые проблемы с пониманием Божественного промысла Если всё это часть Божественного плана То я определённо не хочу Иметь к этому никакого отношения Да, план есть И мы, и вы часть Боги или нет Нам нужна твоя помощь Какой план? О чём ты говоришь? Я молился Акатошу Всю эту ужасную ночь Но помощи так и не дождался Вот и я пришёл же А Дейдра становилось всё больше Что ты можешь знать такого Что заставит меня поверить Что во всём этом есть смысл? Ты сын Уриэля Септима Императора Императора Уриэля Септима? Ты думаешь, что император Мой отец? Нет Ты должно быть Принимаешь меня За кого-то другого Я священник Акатоша Мой отец был фермером Эти Дейдра пришли сюда за тобой Император знал, что ты в опасности Император? Тебе довелось Говорить с ним Перед его смертью И он велел тебе найти меня? Зачем мне лгать тебе? Я не знаю Это всё странно Возможно, ты действительно говоришь правду Но что это всё значит? Что тебе нужно от меня? Пойдём со мной в Приорат Вейнов Нет, извини Но даже если то, что ты говоришь, правда Я не оставлю этих людей на произвол судьбы Я пойду с тобой Когда мы все вместе сможем выйти отсюда Задание обновлено Поиск наследника Мне нужно поискать в лагере близ Квач какой-нибудь Кто бы помог мне спасти Мартина И остальных людей Оказавшись в ловушке В часовне Катоша О, стоп, это что? Алтарь девяти Скоро преступник Грешник Нище благословения дракона Грешник Даша Дебела не любит грешников В натуре Ты любишь меня Так, преступление Развращает твое тело и дух Мне всё равно Это мой меч Короче, как я понял Я ни хера сейчас с этим не могу сделать Мне повезло остаться в живых Так, вам погнали в холд часовни Давайте немного исследуем Эта местность Так, это походу Их не просто спальни идут Я грешник, потому что Так, дверь Это всё запах Дыма И чего-то горелого И ещё чего-то похуже В руинах Боги Я ничего уже не замечаю Наверное, человек может привыкнуть ко всему Ты мне поможешь, чел? Почему ты здесь? Что ты тут делаешь? А, мне нужен Мартин Я здесь, чтобы спасти вас Я не знаю, как тебе удалось пробраться сюда Но ты никого не спасёшь Почему? Никто не выйдет из этой часовни Пока капитан не скажет Что всё чисто И можно идти У меня такой приказ Квач, пророк Квач? Квача больше не существует Пророк Он проповедует в Анвеле Появился он сразу после нападения на часов Хорошая озвучка языка Звучит всё, как обычные страшилки о судне Ясно Береги себя Как я понимаю Почему ты здесь? Мне нужна, мне нужна Мартин Мартин? Он вон Пожалуйста, продолжай А, не, видите, вот У него хорошее ко мне восприятие Удачного тебе дня Окей Да, после этого неба Пошёл дождь Ну и если они мне помогать не хотят Нихера себе, что это А, механизм это врата, типа Придётся тогда самому сейчас идти внутрь И пытаться закрыть эти врата Походу мы можем всё-таки закрывать эти врата Ну, что изначально Челли хотела сделать Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... так железные стрелы дам на самом деле я не знаю куда мне примерно идти я понимаю что мне нужно вот эту центральную башню до или в ту центральную башню так мне удобнее как я понимаю а нихера мне это тоже неудобно использовать у нас в принципе дома растет эта трава а я могу в лаву наступить и тут я могу как раз хоть и хипу не знаю чё это но какую-то херню на мне наложила кровавая трава короче нужно эти растения тоже будет пособирать похода не только здесь растут в такой местности с 5 это зараза окей прокачиваем сразу да это место какое-то слишком открыто для доп локации это чё мясистый кокон так еще одна трава понимаете сама локация довольно здоровой то есть я примерно должен сам понять куда идти как я понимаю давайте попробуем в эти врата пройти эти двери так двери короче открываться не хотят надо было сказать ему чтобы человек не помог то что я смотрю я понимаю что это место просто здоровая это да и тридческие постументы интересно эти врата вам эти врата вообще мог нужно закрыть или что это за место хотя бы вы не нашли ничего ценного какая-то лоза вот допустим тоже процветает здесь фух манась мне эта трава напугала и вот обычная трава просто растет но не думал что на атаковать может да какой то я походу секретное место нашел так ленки навык повышен должен отдохнуть и осмотреть все а все лава лап произошел это неплохо короче главное держать дистанцию вот тут есть получатся какие-то врата и я не понимаешь почему я должен так смотреть на это все так забрал замечу что это место чисто для собраний собирание этой травы для любой этой травы главное чтоб на меня вот эти существа по одному нападали потому что если они будут толпой нападать я фиг отражу их не атаку так зелье лечение это хорошо я молчу потому что я думаю а вон по факту я могу призвать на лаву и посмотреть дамажится ли огнем это же существо давай давай иди сюда дамажится в смысле загрузка областью не было так можно ли через этот огонь прыгать короче этих врагов можно просто батить на то чтобы они шли сами в огонь шли сами в огонь в принципе если так подумать да нужно еще где-то найти кровать отдохнуть врата облевена жуткое место не денег не сундуков ничего ну хотя вот это пойди как сундуки у нас идут да это хер вот это вот странно а хуевый меч короче можно собирать и в смысле по звукам кто-то на меня должен нападать то есть оно так все это А, вон ты где Ну чё ты там забыл Спускайся ко мне, давай Умный такой Чертяка Поверху он бегает Воу Зараза Так, а этот где? Упал? А, вон он стоит Ты упасть не хочешь ко мне вниз? Приятель А, чтоб мне сейчас спину не захерячили Да, сидя стрелять это бред Там могу Где-то вот так вот Надо стрелять Ау, попал Он надоел Хватит бегать Он бегает Быстрее Он меня бесит Наконец-то О, еще один стоит Я не могу понять Куда мне вообще идти Блин, я не знаю Тоже стоит собирать Вот эти Раст Тенем не все Типа с одной стороны Это Не нужно херня С другой Нужно Я думал Дальше пойдет Я понял Тупой демон Тупой демон Но я их не просто кожу использую для того, чтобы Вот мне вот это интересно, что такое лежит Понятно Но это было полезно узнать Что это мины Мины в игре Ну, что-то не взорвался Мне то плевать Я то В сторону отбегу А, то есть здесь разные ловушки Так, ну я пришел к вратам Я все-таки пришел туда, куда мне надо было Так, ждать Так, F5 Короче говоря, мы просто с вами обошли это место Чтобы прийти к вратам Да, не, вот это на самом деле меня ветки напугали, когда я первый раз к ним подошел Я даже не думал, что они атаковать могут Я все-таки не буду Вау. Давай я выносливости немного поднамберу. Ну, он просто ко мне идёт в плане сюда, видите, вот камешки? У него вот диагноз, вот он идёт сюда, идёт сюда. Ай-ёй-ёй! 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 Другие кости, заметьте. Навык линка прокачан. Сейчас мы у этого Деэдра заберём его лук. А чё такие стрелы? Треморская стрела. Лёгкий лук. Я одну стрелу возьму тогда. Типа смысл мне от мощных стрел? А ну-ка. По сути, дреморский лук. Дреморская стрела. Урон у них у всех одинаковый. Всё, хватит мне. И лук я выкину нахер. Типа смысл мне от того и от того, если они, ну, всё одинаковые. Ладно, лук я. Паналь внутрь. Да, коридор черного... Коридоры, коридоры. Прикольное место. Нечего сказать. Лук я выкину. Лук что-то полock. Лук я выкунил. Лук я выкунил. Слушай, это прям неплохо. Лук я выкунил. Паналь внутрь. Прикольный. Кем выкунил. Прикольный. Кем выкунил. Кем выкунил. ух ты че мы надо хилиться я щас не сдох и кожу в принципе можно сейчас будет переделать сразу так вещи и зельем поймете дело в том что не хочу очень близко туда и бежать то что я не знаю что там основа я чуть не отлетел ой нахер и стрел ладно вы не можете ждать когда рядом находятся враги еще враги есть я специальном вышел чтобы переждать да представляю если я с этими мучаюсь постолька времени сколько я буду мучиться с боссом этой локации если этот босс конечно пути а вон че так мало урона теперь наношу понимаю заменяем оружие на оружие мне бы оружие этой локации найти и и и и и и и и а вот это уже нормально стоп 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 сколько урона мало но если смотреть то что я наносил в два раза меньше урона сколько я должен наносить был тогда понятно почему ну блин ладно не суть если что стрела стрела от хилл что это за эффект короче фиг вы знает фонтан нужно время чтобы пополнить энергию а он короче полностью восстановлют хпшку как я понял это и это и и и и и Ни хера тут дверей. Стоп, я же отсюда, да, пришёл? Я пришёл сюда. И зашёл в эти двери. Здесь я всех одолел. Ну, короче, закроем врата, и тогда я закончу на этом серию. Кровавый пир, мы понимаем, что это может быть... Нет, мы не понимаем. Так, ну я отсюда, в принципе, смогу выпрыгнуть вниз и забатить врага, чтобы он со мной вниз побежал. Слабенький. Ты слабенький. Вот почему я не мог спать, потому что он был снизу. А-а-а. А-а-а. Ну, это ловушка получается, да? Ну, это ловушка. А-а-а. 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 так окей кружу кожа с кожи я просто смастерю потом одну херню поэтому не плевать а то есть я мог их в принципе подогнать к вот этим хернем чтоб их убила да а ну-ка а что не во всех типа ловушка это так нужен ключ дело в том что у меня тут две развилки так пока не пошел сюда давайте пойдем в эту дверь а тут тоже нужен ключ а ну точно здесь же что получается я сюда вхожу закрытую дверь они вот закрыт подожди вот дверь закрыта и здесь вот хоп и все да здоровое место нечего сказать лоха вашеница босс босс это плохо наверх или вниз а сейчас побыстрее подожди ты видишь у меня тут эпическая битва но быстрее быстрее время не ждет тебе нужно подняться на самый верх этой большой башни это сигельская крепость так ее называют это она поддерживает врата обливиона открытыми найди сигельский камень удали его и врата закроются торопись ключ у хранителя нужно добыть этот ключ а у меня тогда чего ключ ну вот у хранителя разве это не он только что умер от моих рук давайте сейчас посмотрю точно так вещи разные ну да ключ от сигельской крепости а вон там еще есть и вон проход стоп а это тогда что за место ну хоть не в самый низ уменьшаем количество стрел ладно буду стоять стрелять мне нужно позаботиться о том что мне еще лук может сломаться ладно у меня мол молотки есть в принципе походу слабое место этой херни ой короче наверх я забраться смогу смогу сейчас мы все сделаем красиво я-то думал здесь что-то еще есть а тут окажется больше ничего не было а тут окажется больше ничего не было печаль беда как говорится а нет стой стоп вернись а короче это было ненужное место зря только спускался думал что-то ценой найду ни хера не нашел а тут окажется вон рычаг был младенький внимательный так мне еще меч не сломался кс случайно но уже начинает портиться почему я еще не могу спасти ну типа освободить чтобы он мне помог например на душная локация дверь открыта так исполнил ключ так подожди это я понял тогда там где труп мне нужно сюда дам я просто хочу сразу посмотреть что это за место а 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 中國 а а а идет не хочу хилиться я лучше сразу так сделаю да и все слишком много времени трачу так наказанный короче это тоже очередные сундуки только почему наказаны называется у нихера там не еще идти как будто знаете я к финале к финалу их рейду но это будет очень долго рендериться я понимаю так стоять здесь мы были где два трупа тут боже ладно ладно поймете просто вот эта серия могла бы сделаться тремя сериями понимаете и об этом ой а 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 ах ты зараза так это он показываться призвал первого этого гоблина демон клерк неплохо очень неплохо так это типа лифтом как я могу догадаться давайте тогда дальше пойдем посмотрим мы и и и и и и железные стрелы а так я его мог просто убить оказывается ну погнали сюда но видите это еще не на самом верху вон самый верх или я и есть уже на самом верху местная гавань сейчас посмотрим так мне кажется меч уже почти сломал она почти мне по сути к тебе а то есть я уже у тебя здесь вот я не понимаю главное бывает попадает ему нормально в голову бывает вообще урона нету ухты мороз значит а то неплохо крохотный камень душ точно что мне хотя по щиту а это слушайте такой же щит топливать сколько он стоит не так денег до хера так подъемник похоже слишком сильно поврежден чтобы его можно было использовать короче говоря я понял ну как вы видите мы уже почти дошли до того момент который нам нужен а именно до финала это локации но удивление что на меня вот эти черти не нападают а это если что зомби уже они трупы вы посмотрите какая просто локат и это даже не лак но хотя нет это локация но считайте как здоровый город ту 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 мне бы поспать мне сразу дадут два уровня в принципе мы уже поднялись нам нужно только вот наверх подняться там наверное еще одна дверь будет ну на крышу вы думаете я типа просто так быстро сохранить или нет то что просто что просто пока да мне не умирать постоянно это тех ублюдков а 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 ладно тело упало пойди я играю знаете между короче что только три сложности как я понимаю есть в игре это легкое и тяжелое мы играем с вами на среднем давайте лучше так делать на среднем ну хотя бы знаете но не очень так понял а кто здесь а а а и я как нехер делать как нехер делать его развел так очень простой либо я могу также подняться ну с этой до стороны план давайте тогда здесь поднимемся здесь по сути то же самое да было сейчас так ладно если что у нас здесь фонтан есть а вон он ты где а вон как а парниша то застрял ты 0 в в в в в м в в в в в не так и жемчужина х повезло мне чучело бле со щитом мне нужно сделать так что для дремора кайтиф то есть он пару раз вот это упал и все стопа дед щит не вышел где твой щит я сюда не уйду ни хера это типа из мяса сделано длин мерзкая секира ху-ху секира прикольная вес не прикольный короче я понял еще ты уронил куда-то чел конечно это прикольно а у меня какой щит используется ладно делаем таким образом я вообще тебя хочу забрать а то есть понимаете когда ты здесь перегруженный во блин ты вообще двигаться не муж ну да уж она того не стоит f5 погнали короче тогда закроем вратам что а с 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 так нихам хотите ли вы добавить список заклинаний сжигающие касание да прикольно хотела нет взять какая у меня книги будут заданием на блину мне удалось закрыть врата забрав сигнальный камень служивший им своеобразным якорем нужно сказать завели матиусу что путь в квартир теперь открыт так это же здесь да у меня задание да здесь врата закрыты я знал что ты сможешь это сделать это наш шанс начать контратаку пойдем с нами у тебя значительно больше боевого опыта чем у этих парней так мы выступаем вместе я могу подождать но недолго вы должны действовать быстро пока враг не успел забаррикадировать городские ворота мне нужно время заквачь смысле я же уже и там зачистил все я уже там всех убил там 3 темно было до 3 демона и один этот мелкий челик мы вошли в клач савлян его люди и я теперь нам нужно очистить южные площади чтобы можно было бы вывести тех кто сохранился в часовне они то есть аж или да а а а а вон чё они такие все агрессивные блин мне бесит оттого не долгий о 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 Так, одноручный. Зеле лечения. Так, где еще рыцари, чтобы я мог забрать к ним вещи? Трилан, Зеле моря, где и книги эти сраные. Ну что, мы идем? Мы уничтожили этих ублюдков. Теперь можно спокойно выводить людей из часовни. Пойдем внутрь. Нужно убедиться, что с ними все в порядке. Это только начало битвы за Квач. Мы обсудим наши дальнейшие действия после того, как гражданские будут в безопасности. Окей. Ну, заметьте, ну не, он неумираемый человек. Докладывай, солдат. Сэр, мы единственные, кто остались. Берри Хэйниан, я и гражданские. Это все? Больше никого не осталось? Были и другие, сэр. Но они отказались оставаться здесь. Мы пытались убедить их, что это опасно, но они все же ушли. Думаю, они все погибли. Хорошо. Площадь перед часовней очищена от Дейдра, и этих людей нужно отвезти в безопасное место. Немедленно проводи их к лагерю. Он к югу отсюда. Но, сэр, я хочу участвовать в сражении. Не волнуйся, солдат. Как только люди будут в безопасности, немедленно возвращайся сюда. Нам понадобится каждый меч. Предстоит еще много сражаться. Сэр, есть сэр. Гражданские, люди. Теперь можно выходить отсюда. Пойдемте. Мы сделали это. Поверить не могу. Я ведь не думал, что это сработает. Возможно, у нас действительно есть шанс одержать победу. О, да. Еще не конец. Даже не близко. Это был только первый шаг. Если мы хотим вернуть себе этот город, нам нужно пробиться внутри замка. Ты все это время с нами. Пойдешь ли ты с нами дальше? Если мы все же хотим победить, твоя помощь нам очень пригодится. Должен предупредить. То, что мы видели, не идет ни в какое сравнение с битвами, что, возможно, ждут нас. Воспользуйся этой передышкой, чтобы прийти в себя и все обдумать. Потом дай мне знать, и мы будем двигаться дальше. Как ты? Нам нужна твоя помощь, чтобы пробиться в замок. Поспеши. Скоро мы должны выступать. Давай идем. Я знал, что ты пойдешь. Наша цель ворота замка. Через эту дверь мы должны выйти на площадь перед главными замковыми воротами. Тебе не нужно объяснять основы. Держись поближе и будь настороже. Вперед! Окей, но этим мы займемся немножечко попозже. В плане того, что сейчас мы с вами пойдем, отдохнем, и я закончу на этом серию. Так. Понятно, что первым делом я силу буду улучшать. Жалко, что еще нельзя увеличить силу. Сила воли. Скорость восстановления. А, точно, я же силу... Типа скорость восстановления прокачал, потому я и мог так быстро. Не знаю. Мне бы выносливость, конечно, прокачать. Сила воли. Выносливость, либо сила воли. Ну, в принципе, я скоро снова апну. Давайте я сейчас быстренько апну новый и еще раз прокачаюсь. Так, все, я повысил и восстановление, и акробатику. Теперь мы давайте отдохнем, с вами повысим уровень. Сразу выносливо вкачиваем силуэта восстановлением. Окей. Что теперь у нас с вами вообще есть? Я еще ловкость, скрытность, скорее всего, могу быстренько прокачать. Так, а скрытность у нас прокачивается за счет того, что я перед какими-то людьми хожу просто... Ну, в принципе, да, чем я вот так просто бегаю, да и все. И скрытность качается. Поэтому, ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. На этом мы с вами закончим. Час сорок, пиздец. На этом с вами закончим, поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok